Вот этот герой Анатолий, он по виду человек такой невзрачный, он не произвел на нее особого впечатления, но обычный человек, которых очень много. Потом она почувствовала какое-то напряжение, ну в общем, он не вызвал у нее ни симпатии, ни антипатии, ни интереса, потому что ее интересовала только собака, а он был средством вернуть эту собаку. Потом она почувствовала к нему страх, напряжение, потому что он вел себя странно, ну не странно, а собаку он не отдавал, а отвлекал ее какими-то дурацкими предложениями выпить чаю, посмотреть телевизор, рассказать, где она работает и сколько ей лет. Жалости она к нему не испытывала, хотя и какой-то ненависти она к нему тоже не испытывала. Скорее, она к нему испытывала... Ну в общем, вряд ли бы этот мужчина мог стать заменой ее любимой собаке, хотя он и пытался, и хотел, но в общем, наверное, дело не в нем конкретно, наверное, дело в ее вообще каком-то разочаровании внутренних мужчинок, что для нее мужчины стали, ну, не вызывали интереса такого, какой может быть вызывать мужчина у женщины, или там женщина у мужчины, в общем, никакого романтического интереса, никакого не симпатии, не антипатии, то есть это просто какие-то посторонние чужие люди, так же, ну он был одним из них. Значит, Анатолий хороший, скромный человек, немного неуверенный в себе до определенного момента, хотя если складывается такая ситуация, определенным образом эта ситуация складывается, то в нем просыпается настоящий отелло Дон Жуан и прочие персонажи страстные из истории литературы, жизни и так далее. То есть в нем есть вот этот стержень страсти, звучит, конечно, немного двусмысленно, понятно, о чем речь. То есть несмотря на свой скромный, невзрачный, тихий вид, он способен воспылать. Значит, он был очень одинок, он встретил женщину, с этой женщиной он прожил какое-то время. Потом эта женщина ушла от него к другому, более страстному, более подходящему ей. Она его продолжала пытать, он пытался ее забыть, он пытался знакомиться с женщинами, с другими. У него это не очень получалось из-за неуверенности, может быть, в себе, может быть, он не чувствовал того огня, который в нем мог разгореться, но почему-то не разгорался. Он, может быть, из-за своей старомодности не пользовался интернетом и сайтами знакомств, а искал по каким-то газетам, объявлениям. И вот он однажды увидел это объявление о том, что женщина некая, потому что там было подписано имя в этом объявлении, кому звонить, потеряла собаку. И он подумал, что это знак. То есть на него снизошло озарение. Это объявление прямо ударило ему в глаза ярким светом, он понял, вот оно. Я заменю ей ее потерю. Она моя. Даже не знаю, как она выглядит, кто она. Просто у него щелкнуло в голове. Может быть, он был немножко сумасшедший. Может быть, просто от одиночества уже слегка свихнулся. Поэтому он придумал, что он нашел эту собаку. Он подумал, она приедет. Мы посидим, поговорим. Я постепенно ее согрею своим теплющимся еще в груди огоньком. Угощу ее чаем, посмотрим телевизор, возьмемся за руки. Потом скромно, может быть, ляжем спать. Даже под отдельными одеялами сначала. Утром я принесу ей чашечку кофе. Вот у него такая идея раскручивалась в голове. Он уже увидел это все. Он в это все поверил. Он уже поверил в то, что это его избранница. Позвонил ей. Довольно убедительно рассказал историю, как он нашел эту собаку. Хотя в этом не было необходимости, потому что Марина готова была поверить всему. Она приехала. И тут с ним случилась некая такая вещь, что он как будто бы немножко перегорел. Весь его план, как ее в хорошем смысле слова ублажить. То есть там проявить гостеприимство, посадить ее в кресло, принести чаю, поговорить с ней. Он, этот план, стал как-то сбиваться в клубок. Он стал нервничать, он стал дергаться. Он стал... Ему вдруг стала вспоминаться его бывшая жена, которая его бросила. Ему стали в голову лезть эти ужасные порнографические сцены. Его бывшей жены с ее новым избранником. Все стало происходить не так, как он планировал. Но он пытался все-таки еще придерживаться плана. Он начал суетиться, он ее там посадил в кресло. Он побежал за чаем на ходу, спрашивая, как ваши дела. Он принес этот чай, который чуть не вылил на нее. Он там сел в кресло, он начал подергиваться. Выдумывает на ходу какой-то бред про то, что собака... У собаки депрессия, она лежит, приняв антидепрессанты. Он уже видел, что все рушится. Что женщина, которую он посчитал своей избранницей, ускользает из рук. Что она сейчас убежит. Между тем, тут же в голове сидела бывшая жена, у него произошло даже некоторое раздвоение. Что он одновременно думал и о своей бывшей жене, и об этой своей избраннице. Он уже перестал себя контролировать. Он начал нести какую-то ахинею. Ему захотелось, чтобы бывшая жена хотя бы подумала, что он счастлив. Что у него кто-то есть. Пусть даже никого не будет. И он просто стал эту женщину просить, что позвоните моей бывшей жене и скажите ей, что я счастлив. Но первое, что ему пришло в голову, это скажите ей, что мы с Анатолием счастливы, а ты сдох не от зависти в старая манда. Тут уже совсем это выглядело дико. Марина перепугалась окончательно. Она побежала. У него в голове возникла сцена его убегающей жены, убегающей новой его избранницы. Он кинулся за ней. И уже вот этот образ, что он станет ее собакой, он уже материализовался в то, что он стал кричать. «Я буду твоей собакой, только останься». Он готов был там лыть, выть, лаять, лизать ей ноги, потому что он никак не хотел отставать от своей бывшей жены. Он постоянно ей звонил, писал, преследовал, подкладывал ей букеты цветов. Он умолял ее вернуться. И жена избрала такой способ отделаться от него, чтобы отрезать, что называется, вызвать у него неприязнь. Но потом, когда он уже вроде как отстал, она вошла во вкус и стала просто ему сообщать о том, как протекает ее половая жизнь. Я думаю, он мог ей понравиться, если бы у него была собака. Если бы он нашел собаку, она бы, конечно, с ним посидела, выпила чаю. Может быть, подружилась бы. А там, через какое-то время, глядишь, они бы, сцепившись мизинцами, пошли в ЗАГС. То есть, отсутствие собаки делало продолжение их общения невозможно? Да, потому что он ее обманул. Для нее собака – это не просто собака, это ее ребенок, это ее муж. Не в прямом смысле. Это ее брат, сестра, мать, отец. Это для нее все. И когда какой-то незнакомый мужчина дает ей надежду на то, что ее любимое существо нашлось, а потом обманывает и пытается вместо этого подсунуть какую-то подделку в виде себя. Ее это, конечно, отвратило от него. Она уже не могла воспринимать его. И ни о каком-то там продолжении речи быть не могло, скорее всего. А что было дальше, после того, как он сказал «я жив, я скучаю»? Что она ему ответила? И ответила ли она вообще? Она, скорее всего, она ничего не ответила. Она положила трубку, прослезилась и сказала «я тоже скучаю». И добавила Монти. Имя ее собаки. Я думаю, могло быть так. Потом она собралась. Вернее, не собралась, поскольку она была уже в одежде. Может быть, умылась, подкрасилась и пошла на работу. Было утро. А может быть, пошла развешивать новое объявление. Был такой момент, который я, честно говоря, забыл описать. Когда Марина возвращается домой от Анатолия, она заходит в прихожую, расстегивает куртку и начинает из нее высыпаться откуда-то из рукавов, из-за пазухи, деньги из-под мышек, которые раскидывал Анатолий. И они ей нападали в капюшон, за шиворот, еще куда-то там. Вот. И таким образом он ей как бы оплатил вечер, свой обман, ее время. Ну, вряд ли ее это обрадовало. Может быть, поэтому я и не написал, потому что это не имело значения. Но мне кажется, это все-таки стоило написать, но уже поздно. Мне кажется, такая интересная деталь. За все надо платить. Скажи, пожалуйста, последний вопрос. Как сложится дальше судьба Анатолия? Он некоторое время переживал, погоревал, записался на курсы пикаперов, посетил, возможно, какого-то психотерапевта. И, скорее всего, я думаю, что он познакомился с какой-нибудь одинокой женщиной. Возможно, с ним с ней ему не было так хорошо. Но временами было. Временами, некоторыми вечерами, когда они сидели и, взявшись за руки, смотрели ток-шоу на Первом канале, да, Вести недели, он чувствовал, что все не так уж и плохо в жизни. И жизнь стоит того, чтобы жить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова